Здесь спрашивают по книге Светланы, что она описывала, что на нижних этажах, когда Светлана описывает, там проблемы, опасности, что на высших этажах, там путешествия, там опасности нет, там просто меньше опасности и опасность несколько другая. В более высоких уровнях нашей планеты, там не все тоже прекрасно, потому что, понимаете, сложилось весьма неправильное понимание, что там более высокие уровни, значит, там все идеально чистенько, идеально беленько, все ангелы пушистые с белыми крылышками. Ну, во-первых, объясню следующее, что те уровни, которые есть, они только отражают уровень развития земного цикла, то есть, когда человек проходит все эти уровни, он не заканчивает свое развитие, а это как цыпленок, пробив скрупу своего яйца, выходит на следующий уровень, то есть, нулевой цикл развития. И когда индусы, неправильно поняв то, что наши предки им опять-таки передали, а, кстати, кто знает основная цель похода Александра Македонского в Индию, кто знает? Вот, некоторые знают, рад. Действительно, чтобы бессмысленный поход был, единственная цель, которую его поставили, уничтожить те веды, которые были переданы индусам нашими предками, уничтожили. После чего индусы написали, как и потом в Средние века, оригиналы все уничтожили, сгорели в библиотеке, а почему все копии сохранились? Вопрос странный. Копии все сохранились, оригиналы все сгорели. Ну, это понятно. То же самое, уничтожил и так далее. И опять-таки, в Велесовой книгах, кто ее читал, как Александра Македонского называют? Темным воином, черным воином. Да, он был, как говорится, черным в том плане темных сил паразитов. И он действительно, хотя он и славянин по происхождению, но он предатель. Предатель своих предков, своих убеждений и так далее, и так далее. То есть, его убеждения, то есть, он изгоев, в принципе, как наши предки называют. И тоже полнейшая ложь о том, что Александр Македонский не прогрел ни одно сложение. Вы знаете, что это ложь? Просто промолчали. Он сунулся на север к себе. Ну, куда он сунулся, понятно, да? В Славяно-Арийской империи. Ему по башке так дали. Что он как-то в анекдоте. Я из лесу вышел и сразу зашел. Помните анекдот, нет? Витцинка, фраза, знаменитая фраза Витцина, да? В анекдоте имеется в виду. Так вот, понимаете, как все манипулируется, как все искажается. Что вот Александр Македонский ни разу не прогрел сражения и так далее. Все он проигрывал. И в этом плане это искусственно создало. Почему создали такой великого полководца имидж, образ, по-русски, если правильно сказать? Потому что он очень хорошо поработал на паразитов. Выполнял то, что им нужно было. Спасибо. 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 Спасибо.